Русский язык. Тема номер сорок один. Гласные после шипящих. В древнерусском языке согласные шипящие звуки Ч, Ш, Ж, Щ были мягкими. Буквы Я, Ё, Е и мягкий знак после шипящих обозначали их мягкость. Со временем Ж и Ш отвердели, сохранили мягкость лишь Ч и Щ. Разнообразие написаний с буквами Ж, Ш, Ч, Щ, Щ в современном письме объясняется историческими причинами. После шипящих Ж, Ш, Ч, Щ не пишутся И, Ю, Я, а пишутся И, У, А. Жизнь, чудо, ширь, площадь. Исключение брошюра, жюри, парашют, заимственные слова. После шипящих в корнях слов под ударением пишется буква Ё, если можно подобрать однокоренное слово с Е. Желтый, желтеть, шепот, шепчет, шепта, черточка, черта и так далее. После шипящих буква О пишется, если нельзя подобрать однокоренное слово с Е. Крыжовник, обжора, трущоба, шов, шорох, шорник, чопорный, а также в заимствованных словах в ударных и безударных слогах. Шорты, шомпол, шоссе, шоколад, жукей, шофёр, капюшон. Примечание в глаголах и образованных от них словах суффиксом ЁН, ЁН пишется Ё, ожог руку, глагол, обожжённая рука, но ожог руки, существительные. После шипящих под ударением пишется буква О в суффиксах окончаниях существительных и прилагательных. Безударения в тех же случаях пишется Е. Снежок, но овражек, пятачок, но песочек, медвежонок, зайчонок, мышонок, рубашонка, но доченька, дороженька, ежовый, но грушевый, ножом, свечой, но товарищем, тучей, большого, но хорошего. Примечание буквы Ё пишется после шипящих в суффиксе некоторых иноязычных слов. Дирижёр, стажёр, тренажёр и другие.